Уже есть три основных позиции, которые касаются исключительно индивидуума. Это ношение масок, это соблюдение социальной дистанции и это обработка рук. По последним данным считается, что это невысококонтагиозная инфекция и мимолетный контакт с человеком, который болеет коронавирусом или потенциально является выделителем коронавируса, может вызвать тоже заболевание. И маска в этом случае является очень важным элементом. В конечном итоге маска защищает не нас от больных, а нас от здоровых. Мы не знаем, являемся мы носителем этого вируса или не являемся. То есть пока идет инкубационный период, мы не можем определить, невозможно по сути определить по внешним признакам, насколько человек является опасным для окружающих. Но если даже больной оденет маску, то он снижает риск вирусной нагрузки в 5-7 раз по отношению к человеку, если он чихнет или там будет. Это очень важно. Обработка рук это тоже, потому что вирус очень достаточно устойчив на внешних поверхностях и с руками он может передаваться на течение минуты, мы можем несколько раз, по десяткам раз прикасаться к своему лицу и не замечая этого. Ну и социальная дистанция оберегает нас от аэрозолей, которые могут оказаться в окружающей среде. Это то, что касается нас. По сути, это такие правила достаточно простые. Они могут вызывать определенные неудобства в целом, но в целом они в общем-то не ограничивают наши действия в повседневной жизни. Будет какой-то всплеск ближе к осени. Ну, во-первых, люди больше начинают между собой общаться, более тесные контакты, более благоприятная внешняя среда, влажность, температура и так далее. Вот сегодня, говорят, Южная Америка находится на пике заболеваемости. Но в Южной Америке сейчас зима, это у нас лето. То есть в Южном полушарии зима, и в Южном полушарии у нас все горит. Поэтому можно предполагать, что через несколько месяцев эта ситуация может повториться и у нас.